Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И, как вчера показала практика, я сфотографировал вместе с вами свои свечи. И, к удивлению, с первого раза оно прошло у этого заказчика, что ничего не проходит с первого раза, что восхищение, замечательно все, но, и тут опять идет но, нам для Амазона, значит, нужно, чтобы были только на белом фоне. Это единственный заказчик, который дает дополнительное задание и никогда не говорит о деньгах. То есть, как бы, ну вот, вы же получили, а я получил заранее. Поэтому я с этим только единственный заказчик, которого я беру деньги заранее. Ну, ничего, дело в том, что, ладно, я сейчас сделаю, это не так долго. Ну, на следующий раз я подниму цену, и вот и все. Так что, чтобы не заниматься писанино, я вот так работаю. Итак, давайте мы проведем сегодня воркшоп, то есть урок для самых маленьких, скажем так. Ну, или те, которые еще до сих пор не знают, как снять вот на белом фоне, к примеру. Давайте посмотрим, что нам сейчас надо с вами сделать. Какая наша задача? Ну, во-первых, чтобы не осветлялся фон вот этот, вот этот, да, от белого. Я не ставлю на фон. То есть, вот стоит стаканчик, на нем стоит этот. Теперь, мы знаем, опытные ребята, те, которые не знают, освещать надо фон, обязательно. Если вы начнете освещать со страшной силой здесь, хотите получить, и это нормально, и это белый фон, у вас ничего не получится. Нужен дополнительный источник света, в нашем случае это вот горшок с габо, ой, с габо, с сеточкой, да, пчелиной, с сотами. И вот хорошо у него есть такие вещи, я могу ими регулировать, куда будет попадать у меня свет. То есть, этот свет должен строго идти, создать пятно белое, больше мне ничего не надо. Вот этот, снуд, как вы его называете, по мне это тубус, он должен вот сюда быть. То есть, ну, в этот раз никаких белых кружочков, все четко, одномерно, и все. Значит, что будет делать соутбокс? Он будет просто освещать вот эту часть. А Бьетидич по-прежнему должен заботиться о том, чтобы здесь получались такие красивые маленькие пятнушки. То есть, освещался это. И давайте теперь последовательно сделаем раз, два, три, четыре, четыре снимка, чтобы понять, что за что отвечает. Окей? Давайте. Итак, мы начинаем. Камера у меня перевернута на вертикал, потому что там есть длинная свечка. А... Немножечко я, наверное, приподниму. Вот так сделаю, да. Вот так. Тут, в общем-то, мы начинаем с фона. И так как это для самых маленьких у меня, или для не очень опытных, да, но которые уже купили три или четыре вспышки и жажду чем-то заняться, то вот вам. Как я и сказал, это у нас освещение фона. Вот. Получили фон. Обратите внимание, какой красивый стакан. Это говорит о том, что стаканы надо фотографировать на... Посвет. Так. Подключаем теперь верхний. Начинаем. Так. И смотрим. Так. Теперь я делаю до току. После того, да? Понятно. Мы там осветили. Хорошо. Теперь освещаем бок. Здесь у меня софтбокс, но, в общем-то, без одной. Прозрачная ткань, или как он называется? Диффузор. Без одного диффузора. Почему? Ну, потому что я хочу такой пол-жесткий немножко. Освещаем. Вот. Хорошо. Он сделал свое дело. Вот было. До того, и после того. И теперь вы посмотрите работу бьюти-дич. Что я хочу сделать? Я хочу сделать, потому что свечи, они немножко бликуют, да? И этот блик мне бы хотелось показать. А да, сколько вот... Ну, или софтбокс со снятыми диффузорами может дать. Горшок может дать. С сеткой, с сотами. А в моем случае лучше всего, конечно, справиться с этим бьюти-дич. Я его направляю сюда. И мы фотографируем. Мы фотографируем. Для этого. Хорошо? Пошли. Ну, вот мы с вами получили, да? Видим, что бьюти-дич сделал свое дело. Подсветил каждый камушек великолепно. И теперь тут два варианта. Или же ему сдыкаться с инструментом волшебная палочка, да? Попробовать им поработать. Можно, в принципе, только Ctrl-Shift и инвертируем. Ctrl-C, Ctrl-V есть. Так, это мы заменим на белый чисто. А сейчас белый. Оп, не белый это. Вот здесь должен быть белый. Вот чуть-чуть он уже не белый. Так, белый, да? Ага, все, теперь белый. Ну, нам придется все равно немножко поработать с... Потому что вот здесь бутылочку надо отрезать. Но это недолго. Это совсем-совсем недолго. Так. И, мало того, мне вот хочется еще, знаете, это может быть необязательно, но придать свече как бы более товарный вид, для чего я сейчас ее обведу. Чтобы вот эти неровности убрать как бы, да? Это не сюда. Это вот сюда. И тут тоже два варианта. Я могу сейчас просто-напросто сделать выделение, выделить область, сказать, допустим, радиус растушевки 1, окей, перевернуть выделение, Ctrl-Shift и... И нажать Delete. Delete. Нажали, смотрим. Да, совсем нормально стало. Вот, если у нас кое-где, а может быть, жесткий край, слишком жесткий край, да? То можно его, как бы, вот тут есть... Это инструмент размытия. И вот этим инструментом размытия здесь чуть-чуть поелозить. Вот так. Тогда острые сойдут на нет и будет все натурально вылететь. Все отлично. Хорошо. Далее, чтобы камни еще более светлыми сделать, вернее, еще более блестящими, да? Мы сейчас сделаем следующее. Так. Мы просто возьмем и возьмем вот этот вот уровень, да? И уровень и добавим вот так свечения. И превратим маску в черную. Ctrl-I. Все. Теперь берем кисточку, белый цвет и протираем так, чтобы... Но не надо залазить на края, ребята. Желательно вот где белые полоски есть, да? Там и надо добавлять, как бы. Ну, красяше будет. Как будто он, как бы, самоцвет такой. Ну, не перестараться, ребята, я говорю, не надо делать вот так. Да? Понятно. Ну, на всякий случай. Чтобы показаться ловным. Так. Ну, не разная, есть прозрачная, не прозрачная. Ну, в общем-то, это крошка, которая практически не очень дорого стоит. Посему используется охотно в таких изделиях. Смотрим, нет ли пятнышек каких-нибудь ненужных. Так, вот тут соединяем, и все нормально. Отлично. И пятнышки какие-нибудь убираем. Тут, вот тут, вот тут мусорка есть небольшая. Вот у меня заказчик такой нервный в этом отношении. Пришлет гадость, а хочет как будто... Оно вот только-только из печки вышло. Ну, ладно, угодим его. Что сделаешь? Мне когда говорят, что... Значит, ну, в Германии есть такая пословица, что, значит, покупатель, он всегда прав, типа, по-русски или король. Я говорю, нет. Для меня покупатель моей работы не может быть королем. Он может быть партнером, да, но не королем. Король здесь, наверное, я. Итак, теперь, тоже для тех, повторяю, кто это не умеет, сделать нормальную тень. Тень нормальная состоит, как правило, из двух из трех. Но мы остановимся на двух слоях. То есть возьмем сейчас инструмент овальную область. Вот так ее сделаем. И зальем ее черным цветом. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, делаем у нас вот. Вот так. Очень интересная тень. Да, убираем выделение, Ctrl-D. И начинаем делать фильтр размытия, размытия в движении. И разминаем его. Размыть в движении. Ну, ноль. Таелки ноль. И начинаем его размывать. Вот так. Размыли. Отлично. Окей. А теперь еще раз фильтр размытия. Теперь тоже по движению, но наоборот, ребята. Вот сюда. Так. Вот. Окей. И убрать такое большое смещение. То есть остановимся где-то вот так. Окей. Готово. Как вы видите, вот здесь появляется белая окантовка, что не очень есть хорошо. Самое простое, ребята, это вот выделяете Ctrl, нажимаете сюда, видите выделение. Теперь стрелочка наверх, поднимаете стрелочка наверх на 2 пикселя, Ctrl, Shift и переворачиваете. Берете кисточку, не кисточку, а инструмент ластик. И, ой, не там стоим. И убираете. Да елка, я же говорю, не там стоим. Вот. Все. И убираете вот это белое. Оно вам не нужно совсем. Операции мне сейчас не нужны. Все, убрали. Смотрим. Все. Вот. Теперь дублируем эту. Есть. Одну пока прикроем. И из этой мы сейчас Ctrl, T сделаем маленькую тень сначала. Вот такую тень мы сделаем сначала. То есть, понимаете, когда предмет стоит на столе или что, у него под низ самая такая тень, ну, видимая, скажем так. И старайтесь так, чтобы она вот как бы немножко слилась. Смотрите за ее непрозрачностью. Не было шапула. И не было. То есть, ищите где-то посередине. Окей. И тут же мы делаем вторую. И ослабляем ее непрозрачность. Так. Теперь две вместе. И тоже непрозрачность. Тым-тым-тым-тым-тым. Ну, и смотрим, где что еще. Вот так. Может быть, это опустить пониже. Или эту повыше. Ну, в общем, тут дело такое, ребята. Вы можете упражняться сколько хотите. А у меня времени столько нет. Поэтому я еще раз непрозрачность эту уменьшу. Эту тоже чуть-чуть. Добавлю. Опущу картинку вместе со всеми слоями вниз. Я же сказал, со слоями, ребята. Вы что? Вот так. И... Сейчас посмотрим. Ну, я не знаю, ребята. Мне здесь не надо добавлять резкости, по сути. по тому, как она уже есть. Но... Ctrl-Shift-Alt-E на одну. Сводим так. И здесь... Применим фильтр. Умная резкость. 55, 1... Ну, можно 1,4... 1,5 сделать. Окей. Чуть-чуть ждем. Чуть-чуть ждем. Это при моем мощном компьютере. Ага. Ну, огромные, потому что. Файлы огромные. Сейчас я вам скажу, сколько здесь. Размер изображения. 7360 на 5000. Конечно. Окей. Конечно же, вы можете меня спросить, о чем там на белом фоне там учились. Там это. Дело в том, что все равно вырезали. Не важно, какой фон. Нет, все равно важно. Дело в том, что фон белый – это окружение. Какое бы оно ни было. А вырезать? Если я, конечно, делал бы сотню штук, я бы настроил так. Не с одним фонарем, а с двумя, с обоих сторон, чтобы равномерно было. Не было там, вот, как вы видели, небольшого виньетирования. Но тогда бы я не стал и на бутылку ставить. Я на пол ставил, и все. При таком количестве вот такого качества обычно не требуется. Ну, а здесь, когда 4, да, они дорогие и красивые, то вот поэтому пришлось сочетать приятное с полезным. Если мы теперь сравним свечку при дневном свете и та, что у нас получилось, мы заметим, что у нас в розоватость ушло. И поэтому нам нужно будет сделать цветовой баланс сначала немножко. Цветовой тон, насыщенность уберем. Еще раз цветовой баланс уже в желтый уведем. То есть вот так, желтый минус 34, средние тона. И сделаем теперь еще уровни, поднимем немножко. То есть вот так. Естественно, у нас при этом побледнели наши камушки. И это мы сейчас поправим. Поэтому мы сейчас сделаем с вами... Так. Копию. Сначала. Так, я уберу, покажу. Ctrl-Shift-Arte. Да. И теперь возьмем нашу оригинал. Сделаем копию. Подложим ее под... Или сверху можем подложить. Поставим черную маску Alt. Ну и тут уже все просто. Берем белый цвет. И просто так слегка проходим, не заезжая на поля. Подсвечивая, затемняя как бы наш... Заставляя его краснеть. После этого можно считать работу законченной. Вот, дорогие друзья, как вы видите, картинка получилась у нас живая. С небольшим блеском даже. Но с небольшим. Вот если вы хорошенько посмотрите, он здесь тоже есть. Видите? И вот это нельзя забывать. Когда вы что-то делаете, да? Смотрите сначала при дневном свете, как выглядит, что из него должно быть привычное глазу, да? И потом старайтесь повторить уже с искусственным светом. Так, все. Ну, так что вот я говорю. Для продвинутых моих пользователей это, наверное, не представляет никакого интереса. А для вас, так, почта пришла. Я прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok